Японский дом Не так был активный обмен между Россией, в то время был Советский Союз и Японией Компания Сезон Групп, они очень общались с Россией, выстраивали отношения И благодаря этому ему, московский город, предложили сделать не только культурный проект, а какой-то коммерческий проект И это было принято решение группы Сезон Групп, чтобы сделать 100% инвестиции из Японии 18 лет назад И благодаря этому решению были вложены деньги сюда, в Россию И был построен дом, как раз мы еще соревновались с арендой, с Макдональдсом Вот в то время как раз это выходили Мы первые получили разрешение на место, построили здание, и вот его построили И это было 100% японские инвестиции, плюс, конечно же, управление по-японски И оттолкиваясь от этого, управление по-японски, что это такое? Это ограничение, вы помните, как вы понимаете, есть ограничение в ресурсах Есть свои трудности, остров, и у нас отношение к экологии совсем по-другому построено И, конечно, вот в то время уже был забит такой корень некого такого экологического направления Но мы, как сертификацию, получили это, если не 4 года назад, я не хотел бы сейчас вам наврать Это британская зеленая сертификация, называется BRIAM Но наше здание мы получили BRIAM in use Это те здания, которые уже построены, которые стоят больше 10 лет Они могут проходить экологическую сертификацию Как раз нам пришло время, потому что в то время, когда строили, не было еще такого понятия зеленого сертификации Вот как раз мы пересертифицировались, получили вот эту сертификацию Конечно же, многие элементы учитли менеджмента Потому что разбор мусора, вот такие есть разные вещи Там нужна хай-тековая вещь Но важный, конечно, человеческий подход Как люди видят, как человек начинает выбрасывать мусор Вот с этой стороны мы тоже получили оценки Но, конечно же, благодаря больших японских разных инвестиций У нас наверху стоит чиллер компании Daikin Который наверняка в Москве только у нас стоит И это так получилось, потому что мы японцы Японцы с японцами сдружились, сблизились Они нам с хорошей, выгодной сделали предложение И мы держим его, и мы обязательно говорим это, пиардием Это наше некое такое, знаете, выявленное отношение Вот стоят у нас лампочки, LED-лампочки Это компания Toshiba тоже нам пошла Вот есть сушилки, Mitsubishi Вот как-то вот стараемся находить интерес японских компаний Которые в России себя будут представлять Ну, мы наверняка, я бы сказать, как компания, которая японская, имеет бизнес-центры Я думаю, это одна, хотя я не знаю, может быть, есть И из-за этого мы, конечно же, делаем как это showroom, showcase Чтобы люди что-то ставили, пробовали у нас И мы гордо говорили, вот такая японская технология Вот, кратко говоря, японский дом – это некая смесь японской культуры и бизнес-центра Вот это вот такое, как бы сказать И экология, конечно, важная Вот это технологическое, очень важное Вот хороший шаг – это, конечно, вот Takashi Sensei, который из-за генерального директора компании Robo Garage, который к нам согласился прилететь Вот это, конечно, первый шаг, где мы делаем Но активность более у нас была на возможности на нашем здании Мы не выходили вне Но мы сейчас понимаем все больше и больше, что нам надо расширяться и включаться Потому что наша основная миссия – это быть мостиком между Японией и Россией И у нас есть в Японии офис И мы имеем возможность всегда узнать японские современные вещи И сюда их как-то быстро притащить Так что я считаю, что японский дом должен принимать более активное участие теперь вот в этом направлении, которое вы сейчас озвучили Но, к сожалению, пока еще недостаточно Нам надо работать и работать Мы очень рады и счастливы, что господин Takashi согласился приехать в Россию к нам Он является генеральным директором компании Robo Garage, который делает роботы, придумывает, рисует и создаёт И также он является основателем Киробо А Киробо – это был первый робот, который за всю историю полетел в космос Это, конечно, для нас тоже гордость И мы надеемся, что он в этот раз сможет привезти с нам Киробо Мы тоже ожидаем Но, в принципе, я сейчас держу в руках эту пластиковую модель Роби Это не Киробо, это другого робота У него очень известно У него были много 30 журналов, где люди могли покупать журналы Где написано было про обучение, как можно роботов собирать И там были разные детали И человек, который купил 30 журналов, в самом конце он мог собрать настоящего робота Который с мотором по-настоящему двигался Это я знаю, что в России, вот мне коллеги говорили, что собирают им корабль какой-то Вот в таком духе он в Японии продвигает вот этот робот-индустрию И, конечно же, его в Японии очень многие люди знают И он очень известный человек И для нас это очень большая честь, что он согласился приехать Он как-то был в России, в Владивостоке Но он сказал, что, к сожалению, не доехал до Москвы Теперь вот пришел момент, когда он приедет в Россию И встанет перед московской, как бы сказать, публикой И расскажет, что он видит и понимает под своим понятием робота Так что для нас это очень приятно и большая честь Спасибо большое, Джейсон ТВ, что вы всегда такие продвигаете очень ценное направление Потому что это, наверняка, будет мир менять сейчас Ваше направление как раз, да, вот что много чего есть А что, надеемся, что все будет хорошо И что сейчас в мире происходит, и особенно, что сейчас в России Только будет в хорошую сторону идти Спасибо большое Спасибо вам